Ну а сейчас немного вам расскажу про следующую модель завода Металист, это ППРО-155, в частности вот эта буква О означает, что эта машина оснащена столом обмотки, с помощью которого происходит, скажем так, упаковка рулона, в котором запрессован сенаж, последующая упаковка его в пленку. На данной машине есть несколько систем, которые установлены, в частности это тандем-ось, для того, чтобы минимизировать ударность подборщика, для того, чтобы максимально четко копировать почву. Второй момент, что машина имеет более большой вес, соответственно и площадь опоры на тандем-оси и нагрузка на почву, опять же, совершенно другая. Вот, еще в этой машине по технологии предусмотрен измельчающий аппарат, в данном случае измельчающий аппарат здесь установлен на 17 ножей, резко, в данном случае при использовании всех 17 ножей, 6,4 сантиметра. Упаковка здесь первичная рулона идет в сетку, шпагат здесь уже отсутствует. Здесь есть стол обмотки, стол обмотки, ну, здесь машина, скажем так, немножко подгружена, здесь и колеса подборщика лежат, и карданный вал, но, тем не менее, это стол обмотки, на который после первичного прессования и обмотка в сетку, после обмотки в сетку рулон попадает на этот стол обмотки, и с помощью вот этих вот двух консолей, двух консолей, куда крепится стрейч-пленка, она может быть 500 мм, может быть 750 мм. Сегодня на рынке есть разные пленки стрейч, поэтому машина приспособлена работать со всеми, наверное, стрейч-пленками, которые есть сегодня на рынке. Когда машина работает на сене и на соломе, минуя упаковку в пленку, здесь есть функция, при которой можно два рулона, упакованных в сетку, ставить в одно место. Один рулон прессуется, перекатывается на стол обмотки, далее прессуется второй рулон, а потом два в унисон, они просто сбрасываются в одно место. Но это говорит о том, что впоследствии при заборе и складировании данных рулонов, то есть меняется немножко логистика, не надо подъезжать к каждому рулону, а подъезжаете вы по два выложенных рулона в поле. Также хочется еще остановиться на вопросе производительности данной машины. В принципе, передняя часть, как я уже и сказал, она идентична той модели, которую мы рассказывали вам ранее. И производительность по сену и соломе, за исключением того момента, что есть возможность укладки по два рулона, у нее тоже до 15 тонн. Если коснуться темы упаковки сеножа в пленку, то здесь, в принципе, можно при абсолютно хороших идеальных условиях работать до 50 тонн в час по сеножам. Но в среднем, если брать статистику республики, это 30-35 тонн в час. Данная машина у нас начинает работать ориентировочно где-то с мая месяца на заготовке первого коса сеножа и заканчивает она работу, когда полностью убирает уже солому после зерноуборки. Касается мощности трактора, которая необходима для того, чтобы эта машина четко и правильно работала. Здесь используются трактора второго класса, в частности, практически по всей республике. Данных машин очень много работает по стране. Они все работают либо с трактором 12-21 МТЗ, либо 15-23. Единственное, что здесь хотелось бы новая модификация трактора, который установлен гидровом. В этом случае он вытягивает измельчающий аппарат и машина корректно и четко работает.